Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем новый ролик с девчонками, и будет очень круто, потому что будет жарко, и просто невероятно прикольно. Давайте начнем, пойдем искать девчонок, и походу я вам объясню, что будет. Погнали! Привет! Мы снимаем тут ролик на YouTube. Готовы поучаствовать? Да. Отлично! Короче, есть два задания, ты можешь выбрать одно из них. То есть первое задание — это такой своеобразный челлендж. Мы разыгрываем на Камстре три раза. Если ты проигрываешь два раза, да, собственно, ты выставляешь со мной фотку, и самое важное условие — это я раздеваюсь по пояс, позирую такой, и ты такой какой-нибудь такой, типа тоже сексуальную фотку делаешь, типа, что я твой парень. Ты подписываешь в Инстаграме, что, естественно, это мой новый парень, отмечаешь меня, и если наоборот я проигрываю, то наоборот делаю, естественно, я выставляю в ленту и в сториз, и тем самым тебе очень хорошо пиарю, и там заходит много народу, лайки и так далее. И второе задание — это Андрюха, оператор, он будет задавать тебе вопросы. Ты можешь выбрать либо то, либо то, можешь выбрать и то, и то. Любые вопросы, потому что я подписчиков сейчас просил в сториз, какие вопросы задать девушкам, они там кучу вопросов написали. Будет интересно, готово? Готово. На оба или что-то одно? Оба. Отлично, погнали. Одинаково, все. Раз, два, три. Раз, два, три. Оооо, первый ехт. Раз, два, три. Еее, второй! Ты уставляешь, погнали. На мой телефон, да? На твой, конечно, конечно. Да, может, да, так. Еее! Ребята, переходим, тоже подписываемся на Сабину, смотрим, не удалила ли она фотку. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк на эту фотку, напишите комментарий, какая крутая парочка, да, напишите. Все, давайте, ищем другую девушку. Это у вас в школе какое-то задание или что это? Колледж? В 26 лет, да, в школе. Ой, да. Что важнее в парне, тело или лицо? Блин, ну, знаешь, бывает так, что как бы и то вроде как бы не совсем идеально, и другое тоже не очень, но больше идет как бы изнутри, то есть бывает человек захватывается им паянием, и там не важно, какое у него там лицо, может он там и не красавец, как бы, говорят, вид, но он реально берет это паяние. Наверное, все-таки лицо. Лицо. А почему? Ну, потому что тело всегда можно сделать, а лицо, в принципе, тоже можно переделать, но это дороже. Лицо. Тело. Лицо. Потому что на тело можно работать. Вообще ни то, ни другое, на самом деле. Для меня важны внутренние качества в первую очередь. Если выбирать, наверное, лицо, тело больше закрыто как-то. А почему? Не знаю, на чём тело. А почему лицо? Ну, на лицо ты будешь с этим жить, ты его никак не поменяешь, а тело ты поменяешь. Нет. Ну, да, тело можно всегда поменять, но тело нет. В принципе, это право. Какого вы говорите, красивого, но жирного или не очень красивого, но с офигенным телом? Красивого. А вопрос такой, конечно, красивого, но жирного или с офигенным телом? А жирный на сколько? Ну, такой. Полненький. Да. Да, такого. Полненький, но симпотный. На самом деле, сложный вопрос. И, наверное, не очень красивого, но с офигенным телом. Наверное. Жирные или ленивые? Вот он красивый, но жирный. Его попробуй сейчас заставь что-то сделать. Красивого, но жирного. На самом деле, вопросы красоты, но они очень относительные. Для кого-то красивый и толстый, для кого-то красивый очень худой. Я думаю, спрашиваю. Красивого и жирного или некрасивого и с телом? Наверное, на лицо, в первую очередь. Всё равно смысл на тело. Ну, это правильно. Особенно если в одежде. Красивого, жирного. Поможешь похудеть. Мы его похудеем. Какая часть тела девушкам нравится у парня больше всего? Тебе какая больше всего нравится? Руки. Вот эти места особенно. Ритейши, да? Да. Вот у него они есть, смотри. Отлично. Наверное, тогда руки. Руки. А что именно в руках? Бицепс, трицепс? Нет, вот как они, не знаю, сила вот эта вот рук. Я не знаю. Не обязательно там должен быть бицепс, или они должны быть такие огромные. Просто вот... Рельеф, да? Ну, даже не то, что рельеф. Я не знаю, как это объяснить. Большие, сильные руки. Вот ладони большие должны быть. Попа. Из-за себя могу сказать, что мне нравятся красивые животные. Руки. Рез. Живот. Рез. Как считаешь, большие мышцы это уродство или красиво? Ну, большие как? Ну, такие. Типа как у Арнольда Шорснеггера? Ну, допустим, такие. Или подкачанный просто парень? Типа совсем большие, да? Ну, вот если его сравнить как подкачанные, вот Арнольд Шорснеггер. Слушай, ну, наверное, больше вот как подкачанные мальчики, они более симпатичные, чем такие, которые там совсем уже, знаешь, перебор такой идёт. Нет, не уродство, но и, наверное, некрасивые, если они слишком большие. А вот если, как бы, слишком большие, не очень, а вот если, например, вот парень трещит, то вот он такой себе, да? Нет, ничего, нормально. Нормально? То есть, если он накачается, то вообще будет? Ну, да, но если он не будет качаться, то будет нормально, просто его будут называть трещом. Нет, это красиво. Красиво? А вот если они прям слишком большие, как на Олимпии, и ходят большие? Не очень. Тоже всё относительно, смотря на сколько большие, пропорционально накачанные и красивые. Сильно перекачанные вот эти вот с мясом, с таким огромным. Нет, мне не нравится, как они красивые. Несмотря на сколько большие, не знаю, вот такие. Большие? Не, они красивые. Красивые? А ты? Не знаю. Наверное, нормально. Кого выберешь, красивого или богатого? Ну, блин, вообще я как бы выберу любимого, если так как бы думать. Но если нужно выбрать только из этого, то тогда лучше, наверное... Ну, а богатый он старый или молодой, это уже важно. Понимаешь? Если тут очень мало. Если тут как бы старик 70-летний, то я выберу красивый. А если там может он, ну, как бы лет 30, то тогда богатый. Красавчика. А почему не у богатого? С богатым немного проблем, на самом деле. Ему обязана должна быть тогда... Нет, если у тебя есть что-то своё, то, наверное, тогда богатого, чтобы у вас вместе было такое богатство. Если у тебя нет ничего своего, лучше, красавчик. Я выберу умного, моего мужа, некрасивого, и человека, который умеет добиваться своей цели. Красиво. Красиво. А какие парни нравятся, высокие или не очень? Средние. Средние. Это какой примерно рост? Ну, как ты. Средний. Это какой примерно рост? Выше меня. А на сколько выше тебя? Ну, сантиметров шесть. Высокие. Ну, и если он низкий, главное, чтобы не ниже меня, чтобы на колбуклах можно было ходить. Ой. Ну, у меня нет такого вот стереотипа. То есть всё зависит от общения с человеком. То есть он хоть высокий, хоть толстый, хоть низкий, всё зависит всё равно от общения, не от внешности. Высокие. Что важнее, внешность или харизма? Харизма. Харизма, наверное. Ну, она как-то больше притягивает. Внешность, она со временем уйдёт. Да, харизма останется. Внешность. Что важнее, внешность или харизма? Харизма. Вот это я отвечу сразу. Харизма. Сложно. А он может быть и такой-такой? Ну, лучше одно выбрать. Ну, харизма, наверное. Пресс или большие бицепсы? И почему? Ну, руки мне больше нравятся, когда руки сильные. Вот мне больше не нравятся. Ну, это красивее как-то. Не знаю, блин. Тогда можно надеть какую-то футболку, прикрыть, что у тебя там немножко, допустим, пузик там отъевшийся, да? А руки, вот они должны быть у мужика такие хорошенькие. Не знаю, всё. Надо что-то одно. Ну, если что-то одно, то, наверное, бицепсы. Пресс. А почему небольшие бицепсы? Ну, нравится пресс больше. Так не бывает, чтобы был пресс, а не было пресса. Если человек занимается, у него всё равно всё. Если человек худой, у него пресс видит. А он может быть ещё такой большой, с большими руками, но у него может быть запутчатый живот. Где он? Ну, не знаю. Не знаю. Пусть будет. Пресс. Пресс. Большие банки. А почему пресс? Да я не знаю. Для чего он тебе нужен? А банки зачем? Вот здесь он будет бояться. А пресс, он никак не напугает человека. Вот большие банки будут бояться что-то сделать. А вот приколи, да, вот там будут какие-нибудь маньяки, ну, приставай, да, ко мне. А мой парень такой, типа, слышь, у меня банки. Он отожит. Он же не будет вот так вот футболку расстегивать, смотри, у меня пресс. Ну, это тоже неплохой вариант. Ну, и с банками можно коробки поднимать. Ну, и последний вопрос, это что важно в мужчине? Вот самое такое большое качество, лучшее. Что, важное в мужчине? Да. Больше всего. Что твой юмор, наверное? Наверное, вот этот вот стержень мужской. Вот, чтобы при каких-то обстоятельствах, таких тяжелых, мужчина показал себе, что он мужчина. И не спрятал голову в песок. Самое главное качество, наверное, это вот такая вот целеустремленность и умение идти к своей цели. Адекватность? Не знаю. Ну, типа, сейчас пацаны очень сильно выпендриваются, а так, ну, как бы адекватность и уважение к девушке. Да, да, чтобы верно было. Понимание, чувствую юмора тоже. И, наверное, чтобы он был умный, я не буду. Это вообще супер, когда он у нас как хороший, с ума. Спасибо. Друзья, короче, искали-искали девушек. Как всегда, у магазинов не найти, либо они куда-то спешат, либо еще отказываются. Поэтому мы приехали вот в наше такое самое красивое место в Нарве, наверное. И сейчас будем искать девушек тут. Я надеюсь, они гуляют, их хорошая погодка, и мы должны найти. Погнали. Три. Раз, два, три. Оп. Это что получается? Ты проиграл, а ты выставляешь. Я? Нормально, да. Что я пишу? Мой новый парень. Бэм, готово. Ребята, обязательно переходите, подписывайтесь на нее и смотрите, фотка до сих пор там или нет. Обязательно ставьте лайки. Прикольно. Друзья, вот такой вот ролик у нас получился. Как вы видели, все девчонки как бы такие общительные были. Но мы очень долго искали, мы целый день снимаем ролик. Вот такие вот ответы. Я думаю, они вас устраивают. Было интересно, мне кажется. И, блин, очень было сложно уговорить девчонок именно вот сделать со мной фотку, выставить, потому что это просто бесец, это люто. Если вы девушка, если вы как бы оказались бы в такой ситуации, напишите в комментариях, вы бы сделали со мной фотку и выставили. Если при учете, если вы не знаете меня. То есть, вот такая вот тема. Да, ребят, давайте набираем 60 тысяч просмотров и мы снимаем новый крутой ролик для вас. Мы для вас работаем целыми днями фигарем. Подписывайтесь на Андрюху, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на девчонок. Тут будут тоже в видосе эти ссылочки на них. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Кстати, ребят, у Насти, вот у этой девчонки, у которой розовая куртка, она хорошо делает растяжку. То есть, если вы хотите, чтобы мы сняли с ней видос о растяжке, то обязательно напишите об этом в комментариях. Типа, сними видос с Настей. И мы снимем, как сделать там шпагат, либо что угодно, либо как растягивать мышцы. Короче, пишите в комментариях, если вы захотите. Все для вас. Погнали. Продолжение следует.